Всем привет, ребята! Вы на канале Собервижн. В этом выпуске я покажу, что же начало происходить с природным формикарием. Муравьи стали адско злыми и вездесущими. Они наводят свои порядки везде. Придется показать им, кто хозяин в этой банке. Вы увидите несколько новых экспериментов с этой семьей и посмотрите, чем еще я начал кормить этих красавцев. Итак, наконец у меня дошли руки, чтобы показать вам природный формикарий. Это произошло, можно сказать, спонтанно. Я стал обращать внимание, что природный формикарий очень быстро изменяется. В большей степени это связано с тем, что количество муравьев достигло невообразимого количества. Каждый квадратный сантиметр усыпан муравьями. Они ползают абсолютно везде. Кто-то наверняка ищет еду, кто-то пытается найти для семьи все новые и новые пространства, а кто-то копает. Очень много копает. И, видимо, добрались они уже до самого нутра. До глины, до нижней сетки. Капканчики весело и задорно выносят куски глины прямо на переднюю часть формикария. Этой же глиной они заделывают стекла и по ней начинают карабкаться вверх. Если кто еще не знает, то Адантамахус Баурии абсолютно не могут передвигаться по скользящим вертикальным поверхностям, таким как стекло, например. Поэтому, залепив стекло глиной, они очень быстро и задорно поднимаются туда, куда им надо. Это же надо еще додуматься до такого. Похоже, ситуация была у меня с огненными муравьями, которые залепляли мусором жидкий антипобег и спокойно переползали через него. Ну а передний план природного формикария превратился в сплошной хаос. Тут и вытащенная глина, и растения, и питательный субстрат, и вообще все, что можно найти в этом формикарии. И все это вперемешку. Говорить о том, что химиан тускуба, почвопокровное растение, может здесь спокойно расти, больше не приходится. Копают муравьи абсолютно везде. Даже задняя стенка, где у нас находится глина на сетке, изрыта ходами муравьев. Конечно, все это связано с тем, что семья развивается, она растет, и ей нужно все больше и больше пространства. Поэтому фуражеры активно ищут новые просторы для охоты и расширения гнезда. Как вы можете видеть, сейчас капканы проявляют свои самые лучшие строительные качества. Формикарий весь изрыт, но все это имеет какую-то свою структуру ходов и входов. По крайней мере, очень четко видно несколько центральных кратеров, из которых постоянно вылезают и в которые вползают муравьи. В принципе, остальные растения пока не пострадали. Урон нанесен только почвопокровной траве. Все остальные растения более-менее чувствуют себя нормально и продолжают расти. Есть вопрос, конечно, к омху. Он немножко подсох, но в принципе растет нормально. Наши маленькие строители все активнее и активнее заклеивают стекла глиной. Это происходит прямо в геометрической прогрессии. Каждый день положение природного формикария все усугубляется и усугубляется. Кормить капканов становится просто невозможно. При малейшем открытии крышки самые активные разведчики устремляются наружу. Ничего не остается, как вступить в схватку с капканами. Придется показать им на этом этапе, кто хозяин этого формикария. Для борьбы с капканами я буду использовать ватную палочку, которую предварительно намочил. Теперь я аккуратно открываю крышку формика и сразу же начинаю водить ватной палочкой, пытаясь убрать глину с заднего стекла. Параллельно я сбиваю тех капканов, которые пытаются вылезти. Попытка прошла более-менее успешно. Я смыл основные глиняные комки и теперь подключаю опрыскиватель, открывая верхнюю крышку и начинаю активно поливать заднюю стенку. Вы можете посмотреть, что у меня получилось. Основная часть глины смыта. Муравьям уже не так просто подняться по вертикальному стеклу. Их лапки скользят. Они скатываются. Поэтому основной совет всем, кто хочет сделать подобный природный формикарий именно с этими муравьями или с теми, которые не могут лазить по вертикальным поверхностям, это оставляйте побольше расстояния между грунтом и верхней крышкой формика, чтобы вы могли спокойно ее открывать и муравьи не выползали в это время из баночки. После того, как я смог открыть крышку, я сразу же режу альтернатеру. Потом это будет сделать намного сложнее. Пока есть возможность, надо ей воспользоваться. Убираю основные ростки, которые уже прилично подросли. У муравьев начинается моментальная паника. Они активно носятся и пытаются помешать мне заниматься стрижкой. В это время надо не забывать смотреть на боковые швы. Ведь мой природный формикарий сделан в аквариуме Акваиль. В этом аквариуме силиконовые швы изготовлены с выступами, по которым могут подняться муравьи. А теперь я хочу вам показать нечто интересное. После того, как я опрыскиваю природный формикарий, муравьи моментально мобилизуются. Они начинают издавать очень интересные звуки. Я попробовал записать их. Послушайте. Они шипят и как-то пищат. В общем, звук очень интересный и даже чем-то заманчивый и страшный. Наверное, так они отпугивают непрошенных гостей. Ну что, ребята. Я немножко подстриг природный формикарий, убрал лишние растения, которые потом будет подстричь просто невозможно. Теперь я хочу попробовать подмести передний план формика. Для этого я буду использовать свой пинцет. Я аккуратно сметаю субстрат и глину в один угол, откуда ее будет проще убрать. Но, как вы понимаете, делать это не совсем просто. Муравьи активно начинают атаковать пинцет. В общем-то, получается такая непонятная субстанция, в которой перемешано все, что содержится в этом природном формикарии. И вот что у меня получилось. Огромная куча, по которой активно снуют муравьи. Что же теперь с ней делать? Вопрос очень хороший, ребята. Я попробую аккуратно с помощью пинцета брать небольшие кусочки этой непонятной субстанции и вынимать ее из природного формикария. Процесс это крайне небыстрый. Приходилось постоянно осматривать тот субстрат, который я вынимал из банки, потому что на нем по-любому находился кто-нибудь из муравьев. Потратил я на все это около часа. Можете посмотреть, в каких условиях мне пришлось работать. Муравьи цеплялись за мой пинцет и не давали забрать из формикария ни грамма. И вот какую кучу мне все же удалось изъять из нашей банки. Передний план теперь выглядит примерно вот так. Нельзя говорить о том, что на нем смогут теперь нормально произрастать растения, но выглядит уже это все немножко получше. После всего этого я еще раз все опрыскал водой. Не знаю, стоит ли в дальнейшем также вынимать грунт из природного формика или нет. Ведь если я так буду его вынимать, то через некоторое время субстрата не останется в формикарии вообще. Муравьи вытащат всю глину, все растения останутся одни коряги. А теперь, ребята, я хочу с вами поделиться очень интересной новостью. Мне ничего не остается, как начать замедлять темпы развития этой семьи. Ничего с этим уже не поделать. Семейка просто огромная и не помещается в этой банке. Теперь я не буду давать каждый день по два туркменских таракана. Я хочу попробовать подключить к кормлению этой семьи с сахарный или медовый сиропом. Недавно на просторах ВКонтакте я увидел, как один из наших коллег кормит муравьев-капканов сладким сиропом. Я думаю, этот шаг позволит немножко замедлить развитие моих муравьев. Ведь они не будут получать столько много питательного белка, сколько содержится в тараканах. Муравьи будут получать углеводы, которые станут поддерживать их активность. Личинки, по-моему, не будут так быстро и стремительно развиваться. Ну что, давайте попробуем это сделать. Помещаю на арену тарелочку и наливаю туда медовый сироп. Тарелка воспринята не очень дружелюбно, но посмотрите, ребята. Муравьи подкрадываются к ней и начинают пить медовый сироп. Это делает пока только один муравей, который находится слева, но потом вся банда подключается к этому торжеству. Муравьям явно нравится медовый сироп, они с удовольствием им лакомятся. Это первый сладкий сироп, который я даю этой семье. До этого ничего подобного они не ели. Наблюдать за тем, как муравьи пьют сироп, можно часами. Полюбуйтесь. И это просто офигенно, что моя семья тоже кушает медовый сироп. Теперь режим кормления у них будет строиться следующим образом. Я буду кормить их через день. Причем один день я буду давать им одного туркменского таракана. А потом через день они будут получать медовый сироп. Я думаю, это позволит немного затормозить темп развития этой семьи. И они уже будут не так активно копать природный формикарий. А вообще, теперь интересно будет посмотреть за тем, что произойдет дальше с муравьями. Сколько сможет продержаться природный формикарий? Сможет ли он противостоять этим хитрым капканам, которые начали активно искать новые и новые пространства? Обязательно продолжим наблюдать за этой дикой семьей муравьев-капканов. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на другие ресурсы Собервижн. Ссылочки все, как обычно, в описании. Там же и описание всех муравьев, которых я сейчас содержу. Моих баночек, какие в них растут растения, какие вводятся букашки, таракашки. Все такое. В общем, все найдете в описании. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»